друзья всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитал где мы говорим о развитии инвесторского мышления и о том каким образом можно сейчас формировать свои инвестиционные портфели сегодня хотел бы поговорить о том какие основные опасности присутствуют на рынке ценных бумаг смотрите данное видео до конца потому что я думаю оно будет вам очень полезным для того чтобы обезопасить свои собственные инвестиционные портфели а также понимать откуда может прилететь именно для физических лиц основные риски в настоящий момент у нас происходит одновременно сочетание двух характеристик то есть вообще если говорить о том какие игроки присутствуют на рынке ценных бумаг то их можно разделить наверное на такие три большие категории и если говорить о том как делятся эти три категории у нас есть принцип паре то и мы об этом говорили вот здесь вот где то вы можете увидеть видео про принцип паре то в рамках рассмотрения принципа паре то мы говорили о том что его можно даже разложить на некие три составляющие то есть первая составляющая заключается в том что у нас есть 20 процентов усилий который дает 80 процентов результата можно возвести это все в квадрат 4 процента который дает 64 процента результата и 08 процентов который дает 52 процента результат поэтому если говорить о том какие игроки присутствуют на финансовых рынках они тоже придерживаются вот этих вот принципов паре то я не хотел бы сейчас делить на физических лиц или юридических лиц я бы все-таки хотел размести по неким таким количеству капитала которыми эти лица обладают то есть первая категория это вот 80 процентов лиц которым принадлежит 20 процентов богатства 20 процентов капитала это нужно понимать что люди физические лица как правило с небольшими счетами которые тем или иным образом недавно пришли на финансовый рынок или только начинают свой путь это люди которых как правило не очень высокие активный доход на фондовом рынке они ищут вот эту вот чашу священного грааля это люди которые инвестируют в том числе в какие-то иксы в памп счета хайпы в на фондовом рынке которые инвестируют с большим объемом заемного капитала это соответственно люди которые из-за того что у них активы не очень большие жить они хотят очень хорошо и богато до чтобы употреблять то они соответственно идут на различные способы которые позволяют им активно быстро и много увеличить их собственный капитал но в конечном счете это все заканчивается тем что они или спекулируют идут какие-то спекулятивные инструменты или они идут какие-то хайпы причем хайпы могут быть напрямую которые так и заявляют я хайп ребята я финансовая пирамида мы можем схлопнуться да но может быть ты будешь не самый последний заканчивая тем что это люди которые активно торгуют опционы фьючерсы производной ценной бумаги где очень высокое плечо именно летние люди являются активными участниками на рынке форекса и получается что у них и так капитала не очень много но из-за того что они хотят его агрессивно сильно приумножить они идут в очень рисковые инвестиции в итоге этот капитал теряя и теряют этот капитал он соответственно может перетекать или в сторону мошенников явных которые в принципе делают мошеннические схемы или они перетекают в руки людей более спокойных грамотных инвесторов то есть таким образом получается что принцип арета он присутствует практически везде и в отношении инвесторов то же самое получается и на абсолютном большинстве людей за того что они стремятся на самом деле заработать очень много используют очень рисковые инструменты большинстве они своем теряют и перетекают к вот этому сухому остатку и получается есть вот это вот некая золотая середина а это люди которые имеются значительный капитал то есть для нас по простых обывателей кто просматривает непосредственно youtube нужно понимать что эти люди действительно будут казаться богатыми это люди которых и десятки сотни миллионов долларов но не десятки сотни миллиардов и эти люди они более грамотно они более умные соответственно они имеют состояние капиталы которые может быть они заработали в своем малом или среднем бизнесе которые они получили по наследству когда распалась какая-то крупная империя и не смогли передоговориться как это дальше управляются но это люди которые имеют дорогих финансовых советников это люди которые имеют доступ к хорошей финансовой аналитике это люди которые имеют доступ к хорошей качественной дорогой финансовой информации по рынкам это люди которые сами имеют очень достойное образование и могут анализировать то что непосредственно происходит но есть верхушка да то есть вот там 0 8 процентов богатых людей которые принадлежат больше половины мировых богатств ну там не знаю кто так называет теневым правительством опять-таки я не сторонник каких-то истории заговора но в принципе там то что происходит в мире опосредованно можно констатировать что в принципе и капитал таким образом перераспределяется и богатые богатеют бедные беднее так вот когда я говорю об основных рисках которые присутствуют в настоящий момент что абсолютное большинство то есть люди которые на относятся к первой категории как раз таки те у которых небольшие доходы те кто хотят хочет активно приумножить свой собственный капитал то именно присутствие таких людей на финансовых рынках связано с тем что они очень сильно и много занимают то есть они работают с плечом они работают с левереджем потому что это ну и для них в принципе это относительно небольшие деньги да и они вот не рассуждают параметрами там десятилетий двадцатилетий столетий да то есть у них очень конкретные такие оговоренные по времени сроки и нужно быстро что-то приумножить они не смотрят там на два-три-пять лет вперед и они готовы рискнуть именно к этой категории даже относятся люди которые лотерейные билеты покупают ну чё такое до 5 долларов заплатил зато у меня есть шанс заработать десятки миллионов да если мне выпадет джекпот и получается что когда такие люди приходят на рынок они в первую очередь начинают злоупотреблять заемным капиталом и основной риск который наблюдается настоящий момент связан с тем что эти люди действительно сейчас находятся в очень большой зоне риска потому что активы стоят очень дорого эффективная реальная доходность не очень высокая и соответственно для того чтобы получать какой-то x2 x3 x4 они используют заемный капитал левередж то есть средний размер заемного капитала для американского инвестора физического лица сейчас составляет 1 к 6 это говорит о том что основное большинство людей физических лиц в америке инвестируют шестым плечом шестое плечо я тоже уже говорил об опасности левереджа приводил это и через призму того как брокеры на этом зарабатывают и почему не стоит туда инвестировать больше я наверное об этом концентрироваться не буду но это основной источник опасности который наблюдается сейчас на рынке по одной простой причине что если рынок начинает корректироваться и люди торгуют на свои собственные деньги то в этом случае у них но убыток есть и есть человек может его переждать когда же он торгует на заемный капитал в этом заложенный риск связан с тем что рынки могут упасть даже ниже фундаментально обоснованных уровней ну то есть мы тоже с вами считаем да и говорим что рынке стоят дорого размер прибыли который генерирует сейчас компании по сравнению с ценой который за них нужно заплатить она слишком высокая поэтому она должна упасть для того чтобы начать непосредственно покупать вот когда она начинает падать большое число физических лиц они все равно представляют из себя силу они соответственно начнут продавать и продавать не потому что они хотят зафиксировать убыток в минус 30 процентов а потому что них плечо шестое если рынок скорректировался на 10 процентов а у тебя плечо один к шести у тебя убыток будет в шесть раз больше то есть так бы у тебя был убыток по акциям 10 процентов а так у тебя будет шестьдесят и это приводит к тому что именно заявки таких людей выпадают в рынок они начинают падать и как правило первое кому их попадают эти деньги это как раз таки вот это вот вторая категория людей состоятельных про которых я говорил да то есть потому что у них есть кэш чтобы купить они достаточно терпеливые у них есть финансовые советники у них есть непосредственная информация но вторая угроза которая как мне кажется мы наблюдаем настоящий момент это именно угроза для таких людей в абсолюте им принадлежит очень много денег да то есть вот это вот история последних 30 40 лет целое поколение сформированы людей которые вот эти известные книжки миллионер в 30 лет уйти на пенсию в 35 лет люди которые инвестировали на фондовый рынок инвестировали регулярно инвестировали долгосрочно люди которые получили наследство которых сформированы определенные инвестиционные портфели они находятся в ожидании да и поэтому получается что так как они находятся в ожидании рынок не может упасть очень сильно потому что есть спрос то есть у этих людей деньги есть и они не просто есть а как я уже упоминал в одном из наших видео да то есть что будет с долларом и когда он может обесцениться то в этом случае получается что они у них есть и сейчас разгоняется инфляция и мы они себя чувствуют очень некомфортно и вот второй риск как раз таки и заключаются в том что как мне кажется да в следующие пять лет может быть и от начаться перераспределение капитала ну то есть первой волной коррекции которая может произойти на рынке может сдуть с рынка людей которые вот находятся в первых категории у которых небольшой размер капитала который использует leverage и соответственно на просадке у них обнулится счет и эти денежные средства перейдут к инвесторам второй категории и люди инвесторы второй категории будут потирать ручки считая что о как хорошо как замечательно да мы купили упавшие там на 30-40 процентов в цене активы и здесь основной риск как раз таки заключается в том что то что вы смотрите данные видео то что вы находитесь у нас на канале вероятность того что вы будете действовать как люди второй категории достаточно высока именно про это мы очень много говорим но то о чем я предупреждаю в настоящий момент здесь не нужно быть чрезмерно оптимистичным да и заходить на всю котлету использовать там заемный капитал да потому что я думаю что будет вторая волна и вторая волна будет как раз таки связана с тем что у нас может быть различный то есть я не знаю что это за инструмент а то есть опять таки я сейчас там не хочу сказать что будет какой-то там кризис но должно пройти нечто такое что свяжет скорость обращения денег чтобы по прежнему у нас люди кивнули головой и согласились тем что центральные банки и дальше будут печатать валюту и дальше будет высокая инфляция при очень низких процентных ставок для того чтобы осуществить перераспределение вот этих вот активов от инвесторов второго порядка которые умодные грамотные с хорошими консультантами с доступом хорошей дорогой информации чтобы они соответственно испугались вот этой вот высокой инфляции соответственно именно этих людей необходимо засадить в рынок с левериджем с плечом почему эти люди будут покупать плечом опять-таки друзья я общаюсь с такими людьми они находятся у меня на сопровождении то есть загнать их в рынок перспективы получения x1 удвоение дохода то есть у меня есть клиенты с активами там 100 200 миллионов вот знаете такие люди они не ставят задачу удвоение капитала поверьте мне ну то есть она в принципе априори не стоит настоящий момент это люди вот если бы у вас представьте вас есть 100 миллионов рублей и вам портфель инвестиционно несет 12 процентов годовых то есть в этом случае сколько вы будете получать и этого более чем достаточно чтобы хорошо и комфортно жить а если это 200 миллионов а если это там 10 миллионов долларов то и эти люди поймите да они не алчны они не жадны они предельно консервативные и вот эти люди пойдут на рынок только тогда когда они испугаются того что нахождение в кэше это очень опасно и не просто нахождение очень опасно в кэше они будут идти в рынок потому что он может отскочить и там нужно будет другой порядок цифр другая стоимость актива для того чтобы это было непосредственно выше и в конечном счете они будут покупать и они покупают не только на свои потому что на свои будут инвестированы и эта история которая действительно позволит прийти на рынок взять заемный капитал потому что элементарные консультанты будут раскладывать на пальцах смотри дружище вот у тебя деньги лежат в кэше инфляция там 5-8 процент процентные ставки 0 25 процент брокер тебе выдает маржинальный кредит под один процент мы не заставляем тебя на самом деле брать шестое плечо потому что два-три года назад именно вот это вот пятое шестое плечо с физиками и погубила возьми просто один к одному да ну то есть в купе не на 100 долларов а купе там на 200 долларов эту акцию и пока высокая инфляция стоимость процентных ставок низких это разумные люди которые разумные посчитают а если у меня инфляция там 6 процентов я куплю с плечом акции компании потребительского сектора я куплю с плечом акции там exxon mobil шеврон каких-нибудь производителей сырьевых товаров почему нет потому что они могут свои издержки инфляционные переложить на потребителя они соответственно номинале будут зарабатывать больше у них будет хорошая дивидендная доходность у меня кредит там под один полтора процента я его спокойно погашу это люди которые считают деньги и вот это вот вторая волна которая опять-таки будет ну удар как мне кажется да то есть опять-таки на и люди не любят когда я говорю кажется да и расценивают это в выступлениях на ю тубе но если кажется сиди дома да чё ты тогда выступаешь друзья в данном случае нужно понимать что речь идет о том получить некий альтернативный взгляд то есть это то о чем в принципе писал книжку второй шанс роберт киосаки то есть сверх бедные люди в соединенных штатах америки обеднели великую депрессию средний класс как таковой был выведен в 70-80-х годах и в принципе остались вот эти вот богатая верхушка даст с большими капиталами если мы не берем 0 8 процентов людей которые там имеют абсолютный контроль которым принадлежит 50 процентов мировых богатств перераспределение оставшиеся перераспределение и поэтому это нужно иметь в виду говорю это вам говорю абсолютно бесплатно поэтому мне просьба будет чтобы вы лайкнули данное видео поделились со своими друзьями потому что это полезная информация альтернативный взгляд я думаю что таким альтернативным взглядом ну по крайней мере лично я не встречал кого-либо на нашем русскоязычном пространстве кто бы говорил о таких возможностях опять-таки не факт что это произойдет если бы у меня была возможность доступа к печатному станку я бы наверное таким образом и и поступил настоящий момент это очень красиво получается потому что в результате такой схемы происходит обесценивание долгов государства и сами правительства они в принципе ничего не должны из-за высокой инфляции толпам которая там злоупотребляла левериджем и и вытряхнут на первой коррекции который может произойти в течение полугода вторую категорию людей можно будет вытряхнуть на втором этапе коррекции когда вы обесцениваете свой долг то есть высокая инфляция позволяет вас заставить людей разумных с большим размером финансового капитала участвовать в фондовом рынке после чего непосредственно обрушить то есть происходит некое такое обнуление что мы получаем первая волна коррекции она смывает всех спекулянтов кто торговал с плечом и здесь соответственно у этих людей будет большой запрос в сторону правительства давайте раскулачим богатых да то есть идут будут повышение налогов для богатых потому что эти люди будут требовать некой справедливости что это такое вторая волна соответственно позволяет вам вот воздействовать на этих непосредственно богатых и именно в эту вторую волну как я говорю что должно произойти события связаны с сокращением скорости обращения денежной массы а это но сейчас пока ранней мере напрашивается история связана с какой-то тоже болезнью потому что вам нужно будет избавиться от толпы которая потеряла деньги на своих спекуляциях и которая будет требовать социальной справедливости заодно соответственно напугать всех остальных до чтобы чтобы снизить скорость обращения денег и развязать спираль инфляции опасность возвращаясь к тем нашего видео заключается в левериджи то есть настоящий момент источником перераспределения финансовых ресурсов а как напомню финансовым ресурсам относится земля относится труд но рабочая сила непосредственно средства производства на которые трудовые ресурсы влияют создавая прибавочную стоимость информация непосредственно поэтому если во всей истории человечества всегда инструментом перераспределения ресурсов были войны то есть один набегал на другую территорию захватывал природные ресурсы захватывал человеческие ресурсы которые работали уже в рамках этой страны то в настоящий момент захват экономических ресурсов происходит не путем военного захвата двумя путями то есть первый путь заключается в том что это кредит и кто является источником кредитования то есть кто кредитует здесь действительно можно говорить о каком-то ами а мировых банкирах второе является технологическое превосходство то есть когда у вас есть определенные технологии которые позволяют за единицу времени создать больше потребительской ценности и поэтому получается источниками перераспределения ресурсов в мире является технологическое превосходство плюс тем кто имитирует мировую валюту и может изменить по каким правилам игры происходит изменение мировой валют ну то есть имит имитировать выпускать новую мировую валюту возможно это необычная точка зрения опять же я не хочу быть обвиненным в каком-то сторонником каких-то заговоров в мировых но опять я говорю что на самом деле если абстрагироваться от всего это очень красивая изящная ситуация по пути которому можем идти посмотрите еще раз прошли в россии выборы что у нас происходит с к видом какие у нас опять начинают накладываться ограничения и опять таки права вероятность того что это будет следующий избирательный цикл по всему миру и в этом случае когда мы говорим как не попасть под раздачу еще раз призываю друзья основная беда которая может действительно там негативную роль для вас сыграть заключается в том что торговать с использованием заемного капитала торговать то что не предоставляет вам прибавочную стоимость где нет промежуточного дохода потому что даже если высокая инфляция даже если происходит коррекция вы торгуете на свои вы покупаете акции компании кока-кола не знаю она переложит инфляционные издержки на потребителей все равно будет обладать хорошим денежным потоком вы покупаете акции компанией файзер или джонсон и джонсон ничего страшного да то есть компания может скорректироваться но тем не менее инфляционные издержки она переложит замешаны потребителей если у вас нет заемного капитала вас никто принудительно не закроет никто ваши активы не продаст и вы будете по-прежнему являться собственником самое главное не нужно подобраться жадности потому что я знаю что очень многие ждут коррекции у состоятельных людей действительно есть деньги для того чтобы это сделать и меня очень сильно беспокоит то что они готовы покупать с плечами очень многие помнят март апрель двадцатого года когда произошла коррекция на рынке ценных бумаг и все говорят вот мне повторить бы тогда я бы прям взял потребительский кредит и купил бы там я не знаю боинг или royal caribbean или там mario hilton да купил бы там с дисконтами 70 50 процентов и не просто купил бы а купил бы с плечом покупал бы через опционы фьючерсы ребят это вот очень большой риск поэтому я о нем предупреждаю предостерегаю не нужно увлекаться более подробно о том что рассматривать как может реализовываться данная история можно получить в записи нашего прошедшего съезда инвесторов где мы целых два дня разбирали текущую ситуацию говорили о том что и может выступать формой защиты у нас был приглашенный спикер который рассказывал тему связанную с геймификации игровой индустрии человек который работает с такими монстрами как electronic cards activision blizzard world disney для них в принципе создают игры компании которые создают игры он для них проводит графический дизайн прорисовывать различные вещи то есть мы смотрели на в том числе на игровую индустрию как она растет как она развивается какие тренды растут непосредственно там большой объем информации двухдневное мероприятие поэтому проходите по ссылке ниже забирайте запись данных мастер-классов получаете альтернативный взгляд и пользуйтесь теми интересными вещами которые мы транслируем на канал чтобы этого не пропустить подписка лайк поделитесь с друзьями и обязательно оставьте комментарии что вы думаете потому что услышали в данном видео и самое главное было бы интересно в комментарии услышать тех кто уже использовал leverage поделитесь своими результатами причем мы если я это рассказываю с позиции никого негатива у кого-то может быть наоборот положительная история у кого-то это получилось тоже поделитесь историей успеха был бы очень и очень интересно у меня это все на связи был максим петров до свидания удачи всего самого хорошего